Ах как хочется быть комсомольцем и при этом немного цыганам! Чтоб кудрей вороненые кольца, чтоб кожан с вороненым наганом! Ах как хочется ржать малолеткой, плакать хочется, если накатит, и при этом ни носом в жилетку, и при этом ни мордой в салате! Ах как хочется с телеэкрана управлять окружающим миром, и при этом не злобным тираном, и при этом не сладким кумиром! Ах, как хочется, чтобы хватало, чтобы было при этом красиво, чтобы выпивки в доме навалом, чтобы утром холодное пиво. Ах, как хочется жить без печали и без горести хочется тоже, чтобы бабы при этом давали и при этом не скалкой по роже. Ах, как хочется в жизни добиться, до седого дожить юбилея и при том хорошо сохраниться и желательно не в мавзолее. Ах, как хочется быть знаменитым и при этом безумно богатым, и при этом не новым бандитом, и при этом не старым пархатым. Все на свете хотеть уже поздно, ничего не хотеть еще рано, и мотаешь башкой несерьезной, как осел у того буридана. Я в основном пишу веселые стихи, но бывают и лирические. Вот один из примеров, тем более сегодня фестиваль. Здравствуй. Здравствуй, моя хорошая, чуть сединой припорошена, где-то морщинка непрошенной звездочкой тонко легла. Здравствуй, моя далекая, ноша моя нелегкая. Здравствуй, моя синяокая. Здравствуй. Ну как ты жила? Не вышло у нас, ну что же, а годы и судьбы похожи, и только тихонечко гложет непережитый глоток, неразделенный как дата, только отдельные даты. Где-то шагают солдаты, бурный несется поток, но не случилось ни пара. Не прогремели фанфары, черт с ним. Сегодня с гитарой будем сидеть до утра, плечи укрыв по старинке, вытерты мехом овчинки. Будут дорожки-слезинки таять в объятиях костра. АПЛОДИСМЕНТЫ Постарели наши девушки, нянчат внуков нам на смену, но куда вы претесь, дедушки? Кто куда, а я на сцену. Никогда она не кончится, фестивальная дорога, но порой все же хочется изменить себя немного. Я же еще не вниз по лесенке, я мечтаю о высоком. Вот брошу бардовские песенки и займусь тяжелым роком. Прикуплю аппаратуру, усилители для вспышек и для бэк-вокала дуру, чтоб с ногами от подмышек. Мне б хрустальный голос Гиллана, чтоб достало до аппендикса. Мне бы хайр-боба Диллана, мне бы руки Джимми Хендрикса. Соберусь с друзьями старыми, перманентно полупьяными, пусть попрыгают с гитарами молодыми обезьянами. Приглашу друзей на танцы, выпью с ними за свидание, подключу электростанцию беспребойного питания, помощней гитару сделаю, микрофоны под настрою, да как ахну децибелами! Солнышко лесное! Ну и после всего этого встает вопрос, кто ты такой, откуда взялся? Автопортрет. Невысок, но в общем строен, гладко начисто побрит, пусть не очень ладно скроен, но надежно крепко сшит. Не измучен алкоголью, склонен к выспренним речам, кудри цвета перца с соли разметались по плечам, клеши модного покроя, зубы целы, острый взгляд. Вот такой портрет героя 30 лет тому назад. Время критик вездесущий, годы сильный аргумент, что имеем на текущий, на действительный момент. Тот же самый взгляд с прищуром, зубы все, через один, нет булой мускулатуры, папазол, волокордин, грузен телом, болен сердцем, что касательно кудрей, с каждым годом меньше перца, с каждым годом соль видней. А слегка пониже взгляда, словно каменный утес, между щек торчит снарядом, чрезвычайно мощный нос. Этот нос в былые лета, когда легче был герой, разворачивало ветром вместе с буйной головой. Этот нос везде совался, выставлялся на показ и, конечно, прищемлялся. И расквашен был не раз. И за то, что был жидовский, и за то, что просто так. И таковский, и сиковский, и хозяин не дурак. Я пронес его сквозь годы, сквозь тычки и мордобой, но здорован мне природой, мамой, папой и судьбой. Вот что вам скажу, ребята, я свердловский иудей. На земле полно носатых, замечательных людей. И французов, и евреев, хоть арабов, все равно мне из них всего милее и понятней сирано. Славен носами отвагой, сирано де бержерак, поражал пером и шпагой, и по бабам не дурак. Я такой же пленник чести, что, имея все, отдам ради рифмы, ради песни, ради всех прекрасных дам. Спасибо. 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 Спасибо.